Приветствую вас, Наталья. Я думаю, что для начала вам нужно разрешить как минимум свои противоречия, которые у вас на данный момент присутствуют. Вы пишите, что не знаете как быть, но при этом, при том, что вы пишите, что не знаете как быть, вы пишите, что очень хотите быть в жизни этого человека. Вот. То есть я здесь вижу некоторое противоречие, я здесь вижу некую противоречимость. И мне, честно говоря, эта противоречивость кажется такой потальной. Мне это противоречилось, кажется, системной, и мне это противоречилось, кажется, основной проблемой, вашей проблемой, основной вашей проблемой, которая есть на текущий, на данный момент. Вот. Почему? Ну, потому что, если у человека, если и когда человек чувствует противоречивость, он, в общем-то, всегда сомневается в том, что ему делать. Вот. У вас, у вас, напротив, в этом смысле всё хорошо. Вот. У вас может быть как раз всё, если вы разберётесь с тем, что вы хотите. То есть, предположим, вы хотите быть в жизни подруги. В жизни подруги. Зачем? Для чего? Образделите для себя с этими моментами. Для чего и зачем вы хотите быть подругой. Вот. Это одно. Дальше. Значит. Она с вами попрощалась. Сказала, что не желает общаться. Вот. Это больно. Это неприятно. Безусловно. Это безусловно. Это больно и безусловно это неприятно. Вот. То есть, это даже не обсуждается. Это нормально, что вам больно и что вам неприятно. Но. Давайте подумаем. Просто подумаем. Почему больно? Почему неприятно? Из-за чего больно? Из-за чего неприятно? Из-за чего тяжело? Вы говорите, что меня пугает не то, что она со мной решила перестать общаться, сколько неизвестность причинам. Что вас пугает именно неизвестность. Того, почему она решила с вами перестать общаться. Именно неизвестность. И здесь мне кажется, важно спросить себя. Почему вам так важна причина? Почему вы так хотите знать эту причину? Что она, то есть причина, вам даст. Что она причина для вас значит, какое значение причина для вас имеет. Вот. Это очень важная история. Это очень важный момент, на который вам необходимо обратить свое внимание. Ну и я бы обратил ваше внимание, в том числе и на то, в каких условиях, в том числе и субъективных условиях, выстраивались ваши отношения с этим человеком. Почему вы к ней так привязались? В чем вы к ней привязались? Вы говорите, что вы с ней выросли морально. Что это значит? Что вы в это вкладываете? Какова природа вашей потребности в ней? То есть ведь все, что происходит, связано с тем, что вы не нуждаетесь. В этом это своего рода зависимость. Вот. Нужно поисследовать этот момент, связанный с зависимостью. То есть аааа. Значит ааа. Значит ааа. Значит ааа. Значит ааа. Можно поисследовать вот этот момент. Ааа. Значит ааа. Значит ааа. связанного с тем, ну вот, собственно, в чем вы нуждаетесь через, ну, через человека, вот. Вот, в принципе, такой момент, вот, такая история, мне кажется, что это очень важно, мне кажется. Мне кажется, что это очень важный аспект, и, разобравшись с этим, вы сможете понять, куда и в какую сторону вам, в общем-то, двигаться дальше, вот, и так далее. Вы понимаете, вот это очень важный момент. Так, значит, если она вам дорога, вы можете, в принципе, самостоятельно с ней встретиться, увидеться и поговорить. Вот. Но, как правило, как правило, человек ведет себя, ага, подобным образом, тогда, когда у него есть определенные обиды. И мне кажется, что с этими обидами ей необходимо разбираться самой. Вот, ну, конечно, вопрос заключается в том, сможет ли она это сделать, и сможет ли она после этого принять вас. Но, ситуация, так или иначе, вот такая. Вот, в принципе, в принципе, то, что я могу вам сказать, в принципе, то, что я могу вам ответить. И, соответственно, если желаете разобраться, то вы можете выбрать любого психолога на нашем ресурсе. Вот, и, соответственно, мы вам поможем в этом. Если вам понравился, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я вам желаю всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация разрешится.